В Первоуральске предотвратили взрыв газа и спасли людей из огня. Для этого привлекли сразу несколько оперативных служб. Что это была за тренировка и почему ее провели в 20 километрах от города, расскажем прямо сейчас. Карета скорой мчится на место дорожной аварии. Серьезное ДТП под Первоуральском. Лоб в лоб столкнулись Рено и Мерседес. Одна из машин загорелась. Есть угроза взрыва. Рядом газопровод. Таков сценарий учения оперативных служб. Участвуют в них медики, пожарные, полицейские, спасатели и газовщики. Второй автомобиль задел наружный газопровод. В учениях задействовали почти полсотни специалистов. Задача отработать слаженность действий. По сценарию есть пострадавшие. Один из них в аварии повредил шею. К тому же его зажало в скорюженной машине. Срочно нужна помощь спасателей. Они прибывают через шесть минут. Комби ножницы ручные, кусачки гидравлические, расширитель средний. Гидравлические ножницы могут резать металл с усилием более чем в три тонны. Но даже их мощности, по легенде, не хватает. Тогда в ход идет специальный расширитель. Зажатую ногу пострадавшего освобождают, а на место перелома накладывают шину. Госпитализация, обезболивание. Пострадавших везут в первую горбольницу. Но на месте остаются пожарные. Не жалеют сотен литров пены. Дежурят и газовщики. Перекрыв газовую трубу, собирают пробы воздуха. Замеряем загазованность в 50-метровой зоне. Загазованность 0%. Такие учения проводят ежегодно. Их цель – отработать взаимодействие всех служб. Это помогает в реальной жизни, когда дорога каждая минута, объясняет начальник Первоуральской службы спасения Максим Фролов. Вся координация производилась через единую дежурно-диспетчерскую службу, в которую поступил звонок от очевидца данного происшествия. Дежурно-диспетчерская служба по соответствующему алгоритму привлекла все необходимые службы. Для учений выбрали безлюдное место в 20 километрах от центра города. Специально, чтобы проверить, насколько быстро сюда доберутся оперативные службы. Прибыли в течение 10 минут. А на ликвидацию последствий ЧП понадобилось менее получаса. По итогам учений получают оценку «хорошо». Скорая помощь, горгаз, пожарная охрана, полиция, они все, вы знаете, дислоцируются в разных местах города. Но, в принципе, время прибытия не превысило нормативность. Инициатор учений – областное управление МЧС. Его специалисты подробно проанализируют действия всех участников такой тренировки и дадут их работе свою оценку. Елена Стрелецкая, Алексей Вербицкий, Денис Хромцов. Новости. Первоуральск.